добрый день сегодняшний ролик наш посвящен альбомами давно мы не делали обзора альбома вы знаете знаменательных и как мы говорим которые не успели надо есть потому что к сожалению музыка во многом выходящая сегодня из подпирая извините за каламбур так называемых творцов заслуживают наверное какого-то временного временной выдержки для того чтобы оценить достойно этого нашего обзора или нет и не забывайте что эти обзоры это наш индивидуальный подход мы никому ничего не навязываем а просто рекомендую если вы сильно возражаете против той или иной музыки мы еще раз настаиваем и в очередной раз предлагаем делайте свои альбомы предположительно которые вы хотели бы услышать нашем обзоре направляйте нам и мы будем по возможности как это дело нивелировать по возможности опять же повторюсь сожалению она сейчас есть не всегда так вот начнем мы наш обзор с пластинки ветеранов прогрессивной музыки ветеранов южно можно сказать группы коллозиум их не альбом restoration вышел вот весной этого года эта пластинка заслуживает всяческого уважения начнем с того что поет на ней на этой пластинке один из наших любимейших вокалистов о котором на нашем канале есть ролик это крис фарлоу да да именно тот самый фарлоу который еще горлал и голосил в этом и крустер и во многих других проектах мы о нем рассказывали и гитарист не менее замечательная фигура в рок-музыке дэйв клемп клемпсон который среди прочих когда-то был одной из кандидатур во множество групп звездных но тем не менее его статус британском уроке всегда к гитариста был такой сильнейший в общем-то клемпсон не обсуждается это знак качества так вот этот альбом сделан в общем-то традиционной манере коллозиума плюс некоторые конечно пассажи добавлены например некоторых песен акцентировка на саксофон клавишные здорово вступают но пластинка слушаться поверьте на едином дыхании там нету того что многие не любят в такой музыке а именно видя некоторую занудность это отсутствует напрочь так что слушайте коллозиум ресторейшн с удовольствием вторая пластинка нашего сегодняшнего обзора особая пластинка потому что нам показала что этот альбом отображает фактически всю американскую сцену всю музыку в себе если такое возможно это альбом культового вокалиста культовой группы пэрл джем эдди ведера ведера мы любим давно еще с конца 80-х годов с первого альбома пэрл джем когда он вышел тэн потрясающая пластинка вот ведер не сдает обороты хотя многие говорят ему что и группе продолжаем что они продались но ведер к этому относятся с высокой колокольни я бы даже сказал извините за сленг наплевательски ему это все равно потому что его статус позволяет делать вид что ему все равно многие критики даже договорились до того что эта пластинка которая называется из лин это его сольник повторюсь и чуть ли не пластинка боба дилана своего поколения может быть может быть но нам понравилось что разноплановость разно жанровость пластинки прекрасный вокал эдди ведера напомню что во всех список топ вокалистов он постоянно входит в десятку это шикарный певец ну и наличие музыкантов которые там присутствуют вас может просто поразить мало того что одну песню он спел дуэтом с сэром элтоном джоном как это не смешно пэл джем элтон джон в общем то но тем не менее среди прочих приглашенных барабанщик битлз бывший ринго стар культовый человек засветился там стиви вандер засветился даже на клавишниках барабанщик чат смит из ред ход чили пепперс отстучал почти весь альбом как и бывший гитарист ред ход чили пепперс джош клинхофер но дело даже не в этом инструменталиста высочайший качество пластинки великолепно продюсирование молодого таланта эндрю вот то это один из молодых продюсер он и отыграл там на бас-гитаре потрясающая пластинка должна вам зайти на ура там есть все и кантри и фолк и панк-рок и хард-рок и танцевальные мотивы и латиноские штуки в общем все на любой вкус пошло нам лично нам на ура надеемся и вам тоже следующий альбом тоже вот так получается одни наши любимцы выступают легендарный вокалист rainbow о котором мы рассказывали грэм бонетт выпустил под вывеской своей команды грэм бонетт бэнд новый альбом day out in nowhere альбом этот в общем-то крепкий как и все что выходит из бонета если вы поклонник мелодичного хард-рока а-ля rainbow то это для вас среди прочих там есть хорошие люди как рой зи джейв лумис на гитаре братья темпеста и наш один из любимчиков задействован в песен сыграл на клавишных дон эйре о котором мы рассказывали на нашем канале но я еще раз повторю все что выходит с под именем под вывеской грэм бонетт это всегда все хорошего отличного такого знаете драйвового качества это и есть альбом no rap зашел тоже следующая пластинка ветераны не метала отцы-основатели этого стиля в общем-то группа которая давно уже ну давайте скажем так и не обсуждается в репутат в представлении не нуждается речь идет о корн знаменитые американцы выпустили новая пластинка под названием реквием как всегда все сделано очень хорошо единственно что маленькая ремарочка все-таки лично мы поклонники более раннего творчества корн все хорошо да не то вы знаете может быть мы где-то не правы но тем не менее пластинка из выходящая под именем корн это всегда конечно знак качества но просто нам есть с чем сравнивать например скажем такую кромолу что альбом вокалиста сольный позапрошлого года джонатана дэвиса намного нам показался круче чем альбом корна реки но тем не менее если фанаты корна смотрят мы заранее извиняемся это только лишь наше мнение следующая пластинка шведы которые в общем-то в альтернативном металле уже давно одни из столпов группа мишуга альбом называется ему тейбл о мишуге мы рассказывали нашем ролике джентли о новом гитарном звукоизвлечении в общем-то мишуга это группа для более наверное молодого слушателя но тем не менее и на сцене то она уже существует немало у нее масса поклонников в основном европе конечно но у нас такая музыка честно говоря идет с некоторым скрипом не без удовольствия мы послушали пол альбома последствии конечно оставшиеся пол альбома уже дослушивали но тем не менее группа зашла и вам рекомендуем если вы не знакомы с мишуга иначе знакомство с этого альбома следующая пластинка ветеран хард роковой сцены майкл шенкер выпустил альбом майкл шенкер групп под вывеской своей универсал называется а майкле шенкере мы много рассказывали на нашем канале у нас есть ролик отдельный посвященный ему скажем просто крепко хорошо драйвово местами очень задорно слушайте с удовольствием следующая пластинка вы понимаете так получилось что не имя только титан какой-то red hot chili peppers разродились долгожданным альбом unlimited love он вышел 1 апреля этот альбом но вы знаете с удовольствием послушали при том вернулся гитарист джон фрусшианте он-то уходит мечется в общем и конечно с рушанта немножко опять стала другая музыка чем была при джоши клинхофери предыдущем гитаристе но тем не менее конечно осадочек остается да все просто возьмите альбом 1991 года тех же red hot chili peppers blood sugar sex magic и сравните с этим unlimited love это небо и земля я понимаю что музыка разная что меняется мировоззрение но тем не менее но песен на альбоме много штук 5 нам зашло на ура и эта пластинка и эти авторы конечно безусловно заслуживают присутствие в нашем сегодняшнем обзоре следующая пластинка это для нас была экзотика группа и бараки это японцы пластинка называется рассел он в общем то этот почему экзотика потому что мы как-то был у нас ролика японской музыкальной электронной сцене на канале давненько мы говорили что японцев очень интересное восприятие музыки вы знаете было доходило дело до того да и сейчас так что фактически любой исполнитель не японские а западные приезжая в японии имел полные залы полную тотальную любовь и все вытекающие отсюда привилегии но вот эти заезды приезды с конца 60-х годов прошлого века породили в японии такую крутую рок-сцену что я вам говорю что многие сейчас издают исключительно японские каталоги музыки это вот такие толстенные талмуды потому что там в день выходит более тысячи пластинок различных направлений на всевозможных носителей япония там маниакальная страна на сегодня в плане музыки так вот и бараки они играют очень интересную смесь там числе прочих есть и black metal и симфометал и дед метал всего намешано понемногу пусть привлеченные гости но из названия вы видите что в общем-то не склонны вернее склонны как и все японцы они свою страну выделять самурайская этика предполагается поэтому в общем-то мы эту пластинку послушали с ну скажем так с удовольствием что и вам рекомендуем сделать следующее альбом это для нас было открытие группа дроп и под альбом это оказывается у них не первый но вот 2022 году так он вышел это англичане игру играющие поверьте нам на слово вначале виртуознейший фьюжн виртуознейший там просто и что немаловажно слушается на ура потому что еще и вокал присутствует да у меняхти какой на музыканты ребята инструменталиста но это просто шикарная штука это ну потрясно и наконец последний альбом наш сегодняшний это воу фэт альбом называется the singularity 2022 года свежак это стоунер рок о стоунере роки мы рассказывали на нашем канале воу фэт нам очень нравились конечно их обвиняли в свое время в подражании прямо black sabbath у первого состава но тем не менее группа это замечательная драйвовая не дающая заснуть поэтому наслаждайтесь нашими представленными пластинками разыщите их и послушайте спасибо за просмотр